В стране продолжается масштабная подготовка к электоральной кампании. Согласно новой редакции Конституции, в феврале 2024 пройдет единый день голосования. Белорусы сразу будут выбирать депутатов всех уровней – от сельских советов, районных и городских, до палаты представителей. В составе избирательных комиссий планируют задействовать порядка 70 тысяч человек, всего 110 округов. Белорусы в межсезонье будут обеспечены своими огурцами на 100%. Зависимость от импортных поставок сохраняется пока еще по томатам. Отечественных помидоров на рынке зимой представят не более 30% от потребности. Однако к 2027 долю доведут до 80%. Поэтапно увеличится и ассортимент своих овощей закрытого грунта. Сейчас идет закладка стаб-фондов. Особое внимание – сохранению яблок. Средняя зарплата белорусов снова выросла. В масштабах всей страны это 1962 рубля за август. В июле было на 30 меньше. Традиционно больше всего получают в Минске – почти 2590. Лидером по видам экономической деятельности остается информация и связь. В среднем там зарабатывают 5000 рублей. Дальше идут работники строительства, финансовой и страховой деятельности. В Могилевской области задержан педофил. Им оказался житель одного из районов. Пенсионер познакомился с шестилетней девочкой в торговом центре и предложил проводить домой. Вместо этого завел ее в безлюдное место, а пост и надругался. О том, что произошло, малышка рассказала маме, которая и сообщила в милицию. Оперативники установили личность и задержали подозреваемого. Возбуждено уголовное дело. Управление по труду, занятости и социальной защите Бавруйского горосполкома приглашает жителей на информационную встречу День предприятия «Зао Птицефабрика Вишневка». В пятницу с 10 до 13 желающие смогут ознакомиться с вакансиями, режимом и условиями труда, а также задать интересующие вопросы специалисту кадровой службы. Соискателей ждут по адресу. ГУПЛ-7